Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ» в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Составляющая успеха крепкой экономики области зависит от разумной работы на местах и личной заинтересованности каждого в общем успехе. Вердикт февральского заседания Брестского облсполкома. Флагманы промышленности взошли на Ленинский Олимп. В Ленинском районе города Бреста подведены итоги соревнований среди трудовых коллективов предприятий промышленного комплекса района. Берегитесь, клещи проснулись. Энтомологи Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии зарегистрировали первые вылазки клещей. Первое место Юрия Ярмашевича среди юниоров на открытом международном чемпионате по парикмахерскому искусству «Невские берега» в Санкт-Петербурге. Очередная награда в копилке мастеров салона «Супер Хай-Фай». Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Февральское заседание Брестского областного исполнительного комитета состоялось на этой неделе в городе Надбугом. На повестке дня два вопроса о развитии села, деятельности сельскохозяйственного комплекса области, а также подготовке грамотных и квалифицированных специалистов в различных сфер и отрасли народного хозяйства региона. Очередное заседание исполкома прошло в немного скорректированном формате. Председатели районных исполнительных комитетов были на прямой видеосвязи с залом. Напомню, ранее представители власти на местах каждый месяц приезжали на подобное собрание лично, а это и лишние расходы на топливо и потраченное время. Тем более, что при таком экономном варианте не теряется главная информационная составляющая. На повестке дня февральского исполкома первым стоял вопрос о ходе реализации госпрограммы устойчивого развития села и подготовке к весеннеполевым работам, а также заготовке кормов и уборке урожая. Наращивание объема производства позволило хозяйствам области увеличить выручку за 2014 год на 23,7%. Чистую прибыль в два раза ориентарная продаж составила 7%. В то же время убытки от реализации продукции в 2018 году получили почти 25% организаций, 57% организаций. Низкая ориентарная от 0 до 5%, третья – это 80% хозяйств. С убытком в конечном финансовом результате за 2014 год сработали 15 сельскохозяйственных организаций или 6%. То есть основную задачу программы повышения эффективности сельскохозяйственного производства не выполнили свыше 60% хозяйств. У сложившегося положения дел есть как объективная причина, к примеру, дорогие кредитные ресурсы, непростая экономическая ситуация в странах-партнерах, так и субъективные, такие как недоработки в организации производства, несоблюдение технологий и отсутствие должной дисциплины. Исправление последних вкупе с другими задачами, которые сегодня стоят перед агропромышленным комплексом области, являются приоритетом работы на 2015 год. Главная задача на текущий момент – это в оптимальные агротехнические сроки выполнить весь комплекс весеннеполевых работ. В 2015 году необходимо произвести зерна 1,509,000 тонн, сахар на 100,980,000, рапса – 150,000 тонн на 323,9,000, сахар на 333,000, овощей – 111,000 тонн и заготовить равных кормов 1,620,000 тонн кормовых единиц. Большая работа области уже проведена, однако немало еще предстоит сделать. Успешная реализация запланированного зависит от многих факторов, среди которых не последнее место занимает профессионализм работников. В прямой связи с тем, насколько то или иное предприятие укомплектовано квалифицированными кадрами, находится его производительность. А потому второй вопрос заседания исполкома о работе по подготовке и закреплению специалистов в народно-хозяйственном комплексе Брещенок не менее важен и актуален. Спрогнозировать в специалистах какого профиля будет необходимость и грамотно распределить уже имеющиеся трудовые ресурсы, важные не только для сельскохозяйственных организаций, но и для предприятий иных сфер и отраслей экономики. Продолжаем выпуск. Советское время подарило современной истории много хороших традиций и мероприятий. День труда и праздник женщин, торжество защитников Отечества и любимый многими Новый год. Продолжая сложившуюся традицию, администрация Ленинского района города над Бугом ежегодно проводит праздник Ленинский Олимп. На торжестве подводятся итоги соревнований среди трудовых коллективов предприятий промышленного комплекса района. О том, кому в этот раз выпала удача стать победителем, а также что нужно для того, чтобы пробиться в число лидеров, расскажет Анастасия Назрин-Плотницкая. Традиционный Ленинский Олимп подвел итоговую черту года 2014-го. За это время предприятия района достигли по многим показателям довольно высоких результатов. Несмотря на нестабильные экономические условия, заводы и организации продолжали работать, тем самым обеспечивая население необходимой продукцией. Подобные праздники не просто подведение итогов, но и хорошая возможность сказать спасибо тем, кто исправно работал весь прошедший год. Я хотел бы сказать огромное спасибо, и мы все вместе говорим огромное спасибо всем трудовым коллективам за труд, за терпение, за то, что благодаря тем, кто сегодня представляет трудовые коллективы и те, кого сегодня не ввести в нас небольшой зал, благодаря именно вашему труду, сегодня есть стремление и удается нам идти к лучшему. В списке тех, кто в этом году номинирован на высшие награды, крупнейшие производственные титаны не только района, но и города и области в целом. Лидером по итогам конкурса стало предприятие Брест Газоаппарат. Одно из ведущих предприятий СНГ, занимающихся разработкой и производством приборов для приготовления пищи. Здесь постоянно ведется разработка и освоение новых моделей, изделий разного класса и уровня комфортности. Кроме газоаппарата, в число лауреатов вошел и Брестский мясокомбинат. Производство колбасных изделий, копчености, полуфабрикатов, пельмени. Это и много другая продукция сегодня в буквальном смысле стала брендом не только области, но и страны. Сегодня руководители ведущих производств делятся секретами своего успеха. Только упорный труд коллектива всего способствует данному успеху. И благодаря результатам работы данного коллектива, который состоит на сегодняшний день из коллективов трех предприятий, это единое целое и задачи, поставленные перед нашим коллективом, не уменьшать, а наоборот увеличивать объемы продукции, которые мы сегодня выпускаем в номенклатуре, в разнообразии и, естественно, расширять рынки сбыта. Это комплекс многих мероприятий. В первую очередь это люди, с которыми мы. Сформированная команда, которая знает, чего хочет, которая умеет добиваться успеха. Я считаю, что основной успех – это люди, знания, умения и стремление в первую очередь достичь того, чего нужно. В каждом трудовом коллективе есть люди, влюбленные в свое дело, ответственные, честно выполняющие свой профессиональный долг. В рамках праздника заслуженные награды получили лучшие специалисты предприятий. Многие из них на одном месте трудились не одно десятилетие, с каждым днем совершенствуя свою работу, делая ее более качественной и профессиональной. Такого успеха невозможно достичь без особой любви к тому, чем занимаешься, уверены лауреаты. Работа творческая, нравится, поэтому я занимаюсь и ремонтом машинами, и сваркой, и приятно с полезным совмещаем. Это очень приятно, это гордость, очень гордо. У нас очень тяжелая работа, я не одна. У нас, лично я как бригадир, на моей бригаде 25 человек, они все работают. И очень у нас тяжелый физический труд, но работают все. Я бы вот эту грамоту, что мне дали, я бы, может, половину дала бы, которые вот работают вместе со мной. Потому что они заслуживают тоже. Анастасия Назрин, Плотницкая, Виктор Халявко, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». Но не только вышеназванными событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Брещане отметили День защитника Отечества. По традиции, торжественные мероприятия начались с митинга на священной земле Брестской крепости и возложения цветов к вечному огню. Продолжилась церемония на Площади Свободы у монументов воинам-освободителя. В этот же день в концертном зале Брестского областного общественно-культурного центра прошло торжественное мероприятие отчествования военнослужащих. Представители всех ведомств приняли участие в большом празднике. Слово признательности и благодарности – все это в адрес тех, кто и днем, и ночью следит за безопасностью нашей страны. Обращаясь к присутствующим, председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис отметил, защита Родины всегда была, есть и будет священным долгом настоящего гражданина и патриота, а армия – подлинным гарантом безопасности страны. Защита Родины всегда была и есть, и будет священным долгом настоящего гражданина и патриота, а армия – подлинной гордостью народа. Мы отдаем дань признательности ветеранам Великой Отечественной войны и вооруженных сил всех поколений, их подвигу, отваге и мужеству. Тем, кто в разные периоды истории отдал свои жизни за нерушимость границ своего государства. Ярким продолжением ратных воинских традиций стал офицерский бал, проведение которого неразрывно связано с историей воинства. Делегация Удмуртской республики впервые посетила Брестский регион. В рамках рабочей встречи представителей Приволжского федерального округа и руководства Брестской области были обсуждены перспективы экономического сотрудничества, деловых контактов, также намечены основные точки соприкосновения в сфере жизнедеятельности двух регионов. Сегодня товарооборот субъектов хозяйствования Брестской области и Удмуртии составляет более 6,5 миллионов долларов США. По мнению обеих сторон, эта цифра далека от желаемого. Поэтому сегодня изучить возможности каждой из сторон, а также обсудить перспективы и векторы взаимного сотрудничества – главные задачи, которые ставят перед собой представители регионов. Областной семинар по бытовому обслуживанию населения прошел накануне в городе Надбугом. Организаторы образовательной встречи решили немного отойти от традиционных форм и провели своеобразный мастер-класс на одном из ведущих предприятий сферы бытового обслуживания в Бресте на базе открытого акционерного общества «Снежинка». Образовательные семинары для Брещины не новинка. Это хорошо отлаженная система обучения специалистов, позволяющая улучшать качество работы в разных сферах жизнедеятельности человека. На примерах больших активно развивающихся предприятий руководители небольших структур черпают богатый опыт работы по оптимизации трудового процесса, что позволяет экономить средства, которые в перспективе могут пойти на улучшение условий труда, повышение заработной платы сотрудникам и закупку нового оборудования. Мы сегодня пытаемся найти те ниши, найти те услуги, оптимизировать, наверное, издержки, которые есть, излишние затраты для того, чтобы с минимальной поддержкой со стороны государства работать рентабельно и оказывать все те необходимые услуги как в городе, так и в сельской местности нашему населению. Брестские спасатели продолжают работу по профилактике и предупреждению гибели людей на воде. С начала текущего года на водоемах области погибло 6 человек. Печальная статистика свидетельствует, наиболее уязвимыми в этом плане являются любители подводного лова, а также дети. На улице аномально теплая погода, на реках и озерах практически нет льда или он настолько тонок, что просвечивается, выходить на него весьма опасно. Сотрудники МЧС еще раз напоминают, риск – благородное дело, но не всегда следует рисковать без обоснованных причин. Уважаемые любители подлёдного лова, напоминаем вам, что выход на тонкий лёд очень опасен. В Бресте на протяжении многих дней регистрируется плюсовая температура, а это значит, что каждый день ледяной покров на водоемах становится значительно тоньше. При этом увеличивается и риск оказаться в ледяной воде. Будьте осторожны и не рискуйте своими жизнями. Помните, что вас ждут дома. Все меньше и меньше времени остается у школьников для того, чтобы подготовиться к выпускным экзаменам, от результатов которых зависит, в каком вузе абитуриент будет проходить дальнейшее обучение, а также какую специальность выберет в качестве профессии на всю жизнь. Одно из самых непростых испытаний для старшеклассников – централизованное тестирование, требующее от потенциальных студентов хороших знаний по профильным предметам, умения заполнять бланки ответов, а также особой психологической закалки, которая поможет не только не растеряться, но и сдать экзамен хорошо. Отличным способом попытаться сформировать в себе все вышеперечисленные качества является прохождение репетиционного тестирования. Обстановка идентична той, что будет на главном экзамене. Есть шанс осмотреться, есть возможность попробовать распланировать время на решение, а также попробовать свои силы и проверить результат. О том, как правильно подготовить себя к вступительным испытаниям и о тех, кто на пути к своей мечте, расскажет Анастасия Назрин-Плотницкая. На уроках у учеников 11 класса в гимназии номер один обстановка самая трудовая. Сегодня, как никак, любая минута дорога. Вместе с педагогами выпускники решают сложные задания, стараясь по максимуму подготовить себя к любым непредсказуемым трудностям. Среди тех, кто уже определился с будущим вузом, и Валерий Корпишевич. Несмотря на хорошую учебу, молодой человек постоянно совершенствует свои знания, закрепляя школьный материал дома и постоянно пополняя свой образовательный багаж дополнительными занятиями. Сегодня подготовка самая напряженная. Немалое значение в общем комплексе образовательных занятий отводится посещению репетиционного тестирования. Уже ходил на репетиционное тестирование, дабы иметь какую-то лучшую подготовку, понимание того, что меня будет ждать. Да, уже ходил, да, уже есть результаты. Некоторым предметам, ну именно профильным, и те, которые буду сдавать для поступления. Еще одна выпускница гимназии Ангелина Дудик избрала для себя медицинский путь. Несмотря на особую любовь к словесности, желание помогать людям оказалось сильнее. Наверное, потому что литературный кумир одиннадцатиклассницы – знаменитый классик чехов, удачно совмещавший в себе специалиста двух совершенно противоположных профилей. Сегодня у Ангелины прямо как в известной песне «Не минуты покоя». Хотя главным девушка считает то, что определилась с тем, чем хочет заниматься в будущем. Поэтому к своей цели она идет уверенно и смело. Каждый ученик, который поступает в такого рода учреждения, должен нести четко ответственность за выбранный профиль и за выбранные предметы, поскольку уровень образования достаточно высокий и уровень подготовки достаточно серьезный. Прохождение ЦТ – это целая система, заверили нас в региональном центре тестирования. Посещение репетиционных этапов – отличная возможность подготовить себя. Среди основных трудностей для абитуриентов, кроме волнения, конечно, заполнение бланков. Без специального объяснения с первого раза справиться с ним без ошибок весьма сложно. Кроме того, последнее ноу-хау – дополнительный номер, под которым регистрируется результат – тоже создал некоторые трудности. Ряд абитуриентов просто забывали нужную комбинацию цифр, без которой узнать итог своего труда довольно сложно. Огромное количество нюансов, знать которые для будущего абитуриента не просто желательно, а необходимо, кладут в копилку репетиционного этапа не одно бонусное очко. Наверное, поэтому в последнее время наблюдается весьма положительная тенденция. Количество желающих попробовать свои силы только растет. При прохождении репетиционного тестирования представлены все 14 предметов, которые выносятся на централизованное тестирование. И, естественно, в общем-то, наверное, как и стоило ожидать, опять же, лидерами являются языки русский, белорусский, математика, физика, далее по рейтингу, биология, химия и так далее. То есть, в принципе, это, скажем, количество человека тестов, которые прошли ребята вот во втором этапе, немножко больше по сравнению с первым этапом, то есть около 12,5 тысяч человека тестов. Ну и, соответственно, на третий этап мы уже ждем большее количество тестируемых, желающих пройти, соответственно, пройти вот эту подготовку для того, чтобы удачно пройти потом уже и централизованное тестирование. Путевка в высшее учебное заведение достается непросто. Нужно иметь не только богатый багаж школьных знаний, хорошую психологическую подготовку, но и знать, с какими трудностями можно столкнуться на главном финальном экзамене – централизованном тестировании. Ведь, как известно, осведомлен – значит вооружен. Завершившийся недавно второй этап репетиционного тестирования положил начало третьему, заключительному. Кстати, первые экзамены итоговой образовательной репетиции стартуют уже 15 марта. В новостных сюжетах программы BookInform мы достаточно часто рассказываем о клещах. На первый взгляд, такое внимание к маленьким, практически незаметным животным может показаться чрезмерным. Однако не стоит делать преждевременных выводов. Клещи на самом деле представляют угрозу, и с каждым годом она становится только серьезнее. Во-первых, потому что растет общее количество этих кровососущих. А во-вторых, существенен рост числа инфицированных особей, которые способны передать человеку опасные болезни. Так, в отдельных биотопах зараженность клещей может достигать 60%. В областном центре цифра приближается к 50%. За прошлый год только на территории Бреста и района было зарегистрировано более 1700 обращений в медучреждения после укусов клещей, что почти на 400 превышает цифры 2013-го. А потому, учитывая скорый приход весны, не лишним будет еще раз напомнить о том, какие правила помогут избежать клещевых проблем. Тему продолжит Анастасия Стропко. Сам укус этого кровожадного животного вы вряд ли почувствуете. Да и потом уже присосавшись, клещ практически не беспокоит человека. Порой в области места его дислокации на теле может чувствоваться легкий зуд. Однако, последствия такого клещевого завтрака, обеда или ужина порой более чем серьезны. Эти маленькие, на вид безвредные членистоногие являются переносчиками различных болезней, среди которых особенно опасны лайм, барелиоз и клещевой энцефалит. Причем, если про вред, который наносит организму энцефалит, многие знают, то болезнь лайма почему-то, и к слову совершенно напрасно, считается не самой серьезной угрозой. Лайм барелиоз, золотым стандартом этого заболевания является мигрирующая ритема. Через несколько недель, как правило, оно уходит без всякого лечения. То есть человек может, собственно говоря, просто не обращаться никуда. И затем заболевание дальше прогрессирует, и уже наступает вторая и третья стадии заболевания. Это более серьезное поражение. Более серьезное поражение – это, как правило, поражение сердца, может быть, поражение суставов и поражение центральной нервной системы. Надежная защита от таких опасностей – предусмотрительность самого человека. Первое и самое главное правило – любой выход или выезд на природу должен быть подготовленным. А это значит, человек обязан быть грамотно одет и вооружен репеллентами. Энтомолог Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии Александра Шернюк продемонстрировала нашей съемочной группе один из вариантов защитного костюма, благодаря которому клещам точно не добраться до тела человека. Конечно, варианты исполнения такой экипировки могут быть разные, однако общие принципы можно и нужно соблюдать. Максимально закрытая одежда и тело, резинки на рукавах и внизу брюк, хорошо защищающая ноги обувь и обязательно головной убор. Соблюдать меры предосторожности при походе в лес и выходе на природу с любой целью – рыболовы и охотники. Пройдет еще немного времени, начнется сбор березового сока. Нужно помнить о клещах и соответствующим образом одеваться. Нужно помнить о репеллентах. Репелленты у нас последние годы бесперебойно имелись в аптечной сети и в некоторых аптечных учреждениях, в магазинах они простояли всю зиму на витринах, поэтому можно их приобрести уже сейчас. После прогулок в лесу или парке работы на приусадебном участке или пикников в прибрежных зонах необходимо взять за правило проведения само- и взаимоосмотров. Особое внимание стоит уделить детям, и если оказалось так, что меры предосторожности не помогли, важно максимально оперативно удалить клеща. Есть несколько способов удаления клещей. Все они отличаются принципиально только инструментом, с помощью которого он удаляется. Первый способ – это попытаться удалить клеща с помощью пинцета хирургического, либо зажима. Ну, конечно, подойдет и обыкновенный пинцет, который, в принципе, есть у каждого. Суть состоит в том, что клеща нужно попытаться ухватить поближе к головке его и вращательными движениями против часовой стрелки попытаться его удалить. Как правило, через один-два оборота он удаляется полностью. Второй способ – если нету каких-то подручных следствий, нету пинцетов, то можно попытаться удалить его ниткой. Нитка в виде узла обвязывается вокруг головки клеща и вращательными движениями, также против часовой стрелки, постепенно удаляется. Сделать это можно и самостоятельно. Однако, если вы не уверены в собственных силах, на помощь придут врачи-хирурги. Затем членистоногое стоит отвести на анализ. Только специалисты точно дадут ответ на вопрос – было ли заражено кровожадное животное. Не лишним будет посетить терапевта или инфекциониста. Они смогут подобрать нужную профилактическую или лечебную терапию, чтобы встреча с клещом все-таки не принесла вреда вашему здоровью. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите новости на канале Бук ТВ. Продолжаем разговор о важном и актуальном, интересном. Пришел, увидел, победил. Это известное крылатое выражение можно с легкостью переменить к герою нашего следующего сюжета. Правда, в отличие от римского полководца Гая Юлия Цезаря, свою победу наш триумфатор завоевал на мирном поприще – поприще искусства. Речь идет о Юрии Ярмашевиче, мастере салона «Супер Хай-Фай», который, благодаря бесспорному таланту и креативности, занял первое место среди юниоров на открытом международном чемпионате по парикмахерскому искусству «Невские берега» в Санкт-Петербурге. О первых эмоциях успешного парикмахерского дебюта и о команде настоящих профессионалов смотрите в сюжете Виктории Драгобецкой. Художественный выстрек волос, или так называемое «хэр-тату». Именно в этой номинации Юрий Ярмашевич одержал безоговорочную победу на международном фестивале красоты «Невские берега». Кстати, первым для юного мастера конкурсе такого серьезного уровня. Сегодня символы его триумфального дебюта в виде кубка и диплома заняли почетное место среди трофеев салона «Супер Хай-Фай» – салона настоящих чемпионов парикмахерского искусства. Соминая о первых впечатлениях на «Невских берегах» и параллельно колдуна прической своей клиентки, Юрий рассказал нашей съемочной группе об образе модели, который совет жюри признала лучшим. «Поехали мы с работой, выбривали на голове рисунок континентальной хоккейной лиги, мальчик был одет в хоккейную форму». «Что ощутили, когда развоевали победу?» «Первые полчаса было непонятно, не верилось». Однако своеобразный рубикон красоты в городе на Неве был перейден, и модераторами этого успеха, по мнению Юрия, стали его наставник Александр Понасюк, настоящий маэстр художественного выстрига, а также вся команда суперхайфаевцев, которая показала себя отличной группой поддержки. Сегодня они бок о бок работают над созданием уникальных образов для каждого клиента. Не боятся экспериментировать, кардинально меняя стиль своих посетителей. Благо, высокий уровень мастерства, а это ни много ни мало шестой разряд, исключает возможность ошибки при выборе того или иного имиджа. Отзывы клиентов – прямое доказательство этого утверждения. «Я нашла своего мастера, я считаю, это очень важно». «Вы сюда приводили своих подруг, может быть, знакомых?» «Да, все мои знакомые ходят тоже в этот салон, по моим рекомендациям». «Все довольны?» «Все очень довольны». «Мастера постоянно совершенствуют свое искусство, участвуют в всевозможных конкурсах, дипломы это подтверждают, ну и само качество исполнения работы». «Отношения здесь хорошие, мне все очень нравится, все устраивает. Мало того, сюда ходит моя дочь с детства тоже, теперь она уже взрослая, знакомые приходят. Лучше в Бресте не найти». «Мы стараемся вводить новые услуги для клиентов, экспериментировать с цветами, с красками, с формами. И клиентам очень нравится даже не только изменять своим имидж, но и изменять своим мастерам, для того, чтобы новый взгляд на них был с другой точки зрения». А выражать эти самые точки зрения мастерам ножниц, кисточек, теней, помат-лаков и других инструментов красоты есть где. Мужские и женские стрижки и прически, наращивание волос и ресниц, кератиновое выпрямление, щелочный маникюр и педикюр, депиляция и многие другие процедуры, которые дают ни с чем не сравнимое чувство обновления и уверенности в своей красоте и обаянии. Частенько работаем парой. Одна колдует над ногтями, другая – над прической. Смеется Татьяна Юхнович, хозяйка салона и идея-вдохновитель всего звездного коллектива. Не забыли хай-фаевцы и про красависть невест. Для того, чтобы идущая под венец была уверена в себе на все 100, мастера готовы трудиться с 5 утра. Приятные сюрпризы, которые устраивают для своих клиентов руководство салона, давно стали визитной каточкой «Супер Хай-фай». Актуальны они и сегодня. Мы постоянно пополняем наши услуги новыми лечениями волос. Это очень актуально сейчас, потому что после зимы волосы оставляют желать лучшего у многих клиентов. И очень популярной стала услуга «Наномакс» лечения. Сейчас на нее скидка. В течение всего марта будет скидочка 10% на все виды лечения и все услуги для женщин. Скидки будут актуальны и в будние дни до 5 вечера. Кстати, в список приятных бонусов также вошел маникюр и гель-лак. До 8 марта эта процедура обойдется на 20% дешевле для представительниц «Прекрасного пола». Поэтому, если вы хотите оказаться в плену очарования профессионалов «Супер Хай-фай», приходите по адресу улицы Октябрьской революции 35 или звоните по номерам телефонов 8 0 162 55 56 57 и МТС 23 00 23 2. Виктория Дрогобецкая, Витархалявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Бугинформы». Это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бугинформы» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20 63 67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бугинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе «Прогноз погоды на ближайшие дни», а я, Виктория Осаченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. Нехолодная зима прощается с берестейцами и передает эстафету тепла и сырой погоды капризному марту. В первый мартовский день на Брещене сохранится влажная погода. Ее будет определять поле пониженного атмосферного давления, скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов, перемещающихся с Западной Европы. В течение дня пройдут кратковременные дожди, ночью и утром туман, слабый гололед и гололедица на дорогах. Минимальная температура воздуха 2-4 градуса, максимальная в течение дня 7 градусов выше нуля. Мало что изменится в погоде и 2 марта. Атмосферные фронты, идущие к нам с Западной Европы, продолжат свое шествие по Беларуси. Первый рабочий день весны будет пасмурным и дождливым, не отступят туманы и легкий гололед на дорогах. Ветер юго-западный ночью сменится на южный умеренный в течение дня. 4-6 градусов со знаком «плюс» – температура ночных часов. В течение дня воздух прогреется до 9 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова